Губернатор Алексей Русских начал совещание с вопроса о прибытии переселенцев из ДНР и ЛНР в Ульяновск. В этот же день наш регион встретил 680 жителей этих республик, почти 300 из которых – дети. В настоящий момент все они прошли ПЦР-тестирование и организованы, размещены в пунктах временного пребывания. В ближайшее время я планирую лично с ними еще раз встретиться, узнать, какая помощь им нужна, заодно проверить, насколько качественно и слаженно организована наша с вами работа. Очевидно, что поток их, в том числе и в нашей области, будет расти. Поэтому нам необходимо предусмотреть дополнительные места для их размещения. В Ульяновской области организован сбор гуманитарной помощи для граждан, прибывших из Луганска и Донецка. Губернатор обратился к жителям региона с просьбой помочь вынужденным гостям по мере своих сил и возможностей. Хочу обратиться к жителям Ульяновской области. Дорогие друзья, если у вас есть возможность и желание помочь людям, попавшим в беду, вынужденным покинуть свои дома в связи с реальной военной угрозой, то, пожалуйста, приносите продукты и вещи в пункты приема гуманитарной помощи. В делах милосердия важно участие каждого из нас. На аппаратном совещании также обсудили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. В регионе наблюдается постепенное снижение общего числа заболевших COVID-19. У нас достаточно лекарств, вакцины, кислорода и запаса койк в стационарах. Если положительная динамика сохранится, на следующей неделе в регионе ослабят ограничения. Вернуться к очному обучению в школах и вузах постепенно отменят QR-коды. Отдельно коснулись вопросы с уборкой улиц от снега и льда. За последние сутки у нас было сделано 135 рейсов. У нас было задействовано 15 единиц собственной техники и 30 единиц привлеченной на вывоз за снег. Основная работа проводилась в районе Искра и поселок Мостовая. На штабе также обсудили развитие системы водоснабжения населенных пунктов Ульяновской области. На данный момент отремонтировали 46 водозаборов, 56 водонапорных башен, более 116 километров аварийных участков труб и ввели в эксплуатацию 3,5 километра новых водопроводных сетей. В целом качество услуги по холодному водоснабжению улучшено почти до 190 тысяч жителей региона. При этом в 23 населенных пунктах численностью населения более 10,5 тысяч человек полностью решена проблема с водоснабжением, которое долгие годы отравляло жизнь людям. Это 8 муниципальных образований, перечислять не буду, география обширная. Об итогах реализации нацпроекта «Демография» доложил Дмитрий Батраков. За время работы программы удалось достичь ряда результатов. Реализуется масштабная ясельная программа, в рамках которой в регионе открыто 5 детских садов и продолжается строительство еще двух. С 2019 года создано 819 новых мест в детских садах. С 2021 года внедрена система долговременного ухода для граждан старшего поколения. Комплексная программа реализуется на территории семи муниципальных образований. Это город Ульяновск, Ульяновский район, Цельнинский, Маинский, Сенгелеевский, Сурские районы и город Новоульяновск. На сегодняшний день в рамках реализации пилотного проекта по СДУ на обслуживании находится 456 человек. Из них 52 человека получают услуги долговременного ухода в отделении дневного пребывания, 404 человека получают услуги в надомной форме. На заседании также обсудили подготовку к весеннему паводку и связанные с этим риски. Обращение граждан, поступившие в Центр управления регионом и создание муниципальной управляющей компании.